Сегодня 3 октября 3 октября 1786 года впервые заговорили о доступности образования Тогда в России открылись 25 народных училищ С легкой руки приехавшего в Петербург серба Теодора Янковича Школа приобрела тот вид, который она по сути сохранила до сих пор Впервые в классе появилась большая доска, на которой учитель писал объяснения и задания Впервые стали устраивать переклички Тогда же было установлено правило Кто хочет спросить или ответить, должен поднять руку Именно от Янковича пришли к нам классный журнал, обязательные экзамены и каникулы 133 года назад, в 1879 году, 3 октября, самарские газеты писали Об открытии нового разводного моста через Самарку Новое дело подкрепили новыми правилами Мост разводили раз в сутки, причем смотритель пропускал те суда Которые предварительно подали заявку, и то только в порядке очереди 3 октября 1891 года Один из крупнейших храмов Самары, женский Иверский монастырь Преобразился до неузнаваемости Здание отштукатурили, побелили И с трех сторон приделали к нему изящные архитектурные крылья В этот день, 1895 года, молодой самарский журналист Максим Горький Писал в Нижний Новгород своему учителю, писателю Короленко О намерении взять в аренду землю Уже давно ищу участок под ферму и огороды Делился своими планами писатель Однако, этот земельный проект так и остался на бумаге Зато замыслы владельцев магазинов были далеко идущими Галантерейные лавки росли в Самаре, как грибы Все знали фирменные магазины на Дворянской, на Троицкой площади 3 октября 1876 года, в преддверии зимы, в Самаре развернулась торговля мехами Прибыльное дело взял в свои руки крупный самарский купец Щетинкин Вообще, в начале 20 века Самара была модным городом Встречали здесь, как водятся по одежке Горожане любили одеваться в роскошные меха и знали в них толк Когда покупали, качество проверяли досконально На трех волосинках мех поднимали Если оборвется, значит брак Театр для почтенной публики был особым местом Самарские модницы здесь блистали роскошными нарядами и украшениями Но в этот день, 1911 года, их выход в свет сорвался Спектакль отменили Самарский полицмейстер запретил городскому театру В годовщину памяти известного драматурга Александра Островского Постановку его пьесы «Горячее сердце» А все из-за того, что в ней обличалось взяточничество 3 октября 1918 года Город Цызринь стал ареной боевых действий Шла гражданская война При отступлении из города войска Камуча взорвали два пролета железнодорожного моста через Волгу 3 октября, но уже 1933 года Инвалиды гражданской войны получили возможность бесплатного проезда в городском транспорте Этим правом воспользовались 24 самарца Русский поэт Сергей Есенин, писатель Иван Шмелев, путешественник Петр Палас Все эти разные люди родились в один день Ученый Палас не раз бывал в Самарском крае В 1769 году он обследовал самарскую луку Исследователь восторгался огромной рыбой, которая водилась в то время в Волге Белуги достигали веса 40 пудов, то есть весили почти 700 килограммов Известный певец природы Сергей Есенин весной 1921 жил на станции Самара в обычном железнодорожном вагоне Пальц с интересом наблюдал за местными жителями, делал записи, писал стихи Именины – красивые добрые обычаи оказать честь человеку Сегодня теплые слова и пожелания звучат в адрес Иванов, Олегов, Михаилов и Татьян Хорошо, если этот день теплый и пасмурный, но без дождя и особая удача – заметить летящую по ветру паутину Значит, снег выпадет еще не скоро, а осень будет с погожими солнечными днями В народном календаре 3 октября день Астафия Он знаменит ветрами, поэтому в старину его называли ветряком, а ветры – Астафьевскими Таким мы увидели этот день До завтра!